Здравствуйте! Новости Дагестана ННТ в студии Петя Матханапова. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Без дороги и без света в горах Дагестана стихия оставила за собой печальные последствия. Подробности через минуту. Все на берег, еще одна набережная появится в Махачкале, где на этот раз сегодня расскажем в выпуске. Пострадал на производстве, получил ладу-гранту от государства. Более 20 новых автомобилей вручил социальный фонд гражданам республики. Обязанность богатых и право бедных. Всего за три месяца фонд Инсан распределил более 20 миллионов закятных средств. 17 населенных пунктов Рутульского района остаются без транспортного сообщения после ливневых дождей. В трех направлениях автодорог местного республиканского значения произошел размыв полотна. Имеются мелкие грязевые наносы. Как сообщает МЧС Дагестана, на месте уже проводятся аварийно-восстановительные работы. Когда они будут завершены, пока не сообщается. Для оценки обстановки и оказания помощи из столицы региона направлена оперативная группа чрезвычайного ведомства. Кроме того, разбушевавшаяся стихия оставила без света жителей некоторых сел Огульского, Курахского и Тлеротинского районов. Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смертельном автонаезде на ребенка в Дагестане. Глава Следственного комитета России лично будет контролировать ход расследования. Напомним, что в минувшие выходные в поселке Тюбе Кумтор-Калинского района 17-летний местный житель допустил наезд на Камазе на 9-летнюю девочку. От полученных телесных повреждений она скончалась в больнице. По факту возбуждено уголовное дело. Всего же за прошедшую неделю на дорогах республики погибли 6 человек и 39 пострадали. И к другим темам. В Махачкале появится еще одна набережная. Территория вокруг здания в виде парусника у озера Огель активными темпами благоустраивается. Единый оператор уже проводит работу по укладке новой водопроводной линии большего диаметра. Мэр столицы накануне лично побывал на строительной площадке и ознакомился с кодом реконструкции. Юсуп Умавов обратил внимание на важность озеленения территории и выразил надежду, что новая локация станет популярным местом отдыха горожан. Автомобиль как средство реабилитации. Социальный фонд вручил ключи от Лады Гранты 22 гражданам Дагестана, получившим травму на производстве. Так государство восполняет, насколько это возможно, последствия несчастных случаев. Все машины индивидуально переоборудованы для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, чтобы они могли управлять транспортом комфортно и безопасно. Тему продолжит Хадиджи Дранкина. Сегодня Ладу Гранту здесь вручили каждому присутствующему. Все они пострадавшие на промышленном производстве. Анатолий Ибрагимов получил травму ноги еще в 80-х годах на заводе. В рамках акции ему дарят автомобиль уже не в первый раз. Данные автомобили оборудованы для каждого индивидуально, что позволяет водителям чувствовать себя более уверенно и с легкостью управлять транспортом. Выдаются они на 7 лет. После службы я устроился в Махачканске в Мехлесхозу и попал в аварию. Потерял ногу. Как раз 31 июля, день рождения. Вот сейчас 31-го будет день рождения. День потеря ноги 46. С тех пор третью машину я получу из фотосоциальной страхования. Социальный фонд частично возмещает расходы на горюче-смазочные материалы и текущие затраты. Ну а при капитальном ремонте государство оплачивает 30% от стоимости машины. В этом году это первое наше обеспечение. Были проблемы, связанные с закупкой транспортных средств, в связи с тем, что данные автомобили производятся только на одном заводе. У нас есть еще в планах в этом году, осенью, произвести еще дальнейшую закупку для обеспечения оставшихся нуждающихся, пострадавших на производстве. Чтобы получить автомобиль, нужно написать заявление в социальный фонд, иметь водительские права и рекомендацию медико-социальной экспертизы. Транспорт приобретается в рамках программы реабилитации пострадавшего. Хадиджа Дрангина, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Каспийск. Яркий праздник для жителей Дербента в честь Дня Конституции Дагестана организовали застройщик Effect Development и группа компаний Magma Group. Поэтический марафон, детские мастер-классы, выступления аниматоров, пенная вечеринка. Маленьких и взрослых жителей древнего города было чем удивить и порадовать. В этом убедились и мои коллеги. Фестиваль «Город мечты» собрал на площади свободы сотни людей. Смех и радость здесь доносились с разных уголков. Именно так и надо отмечать День Конституции Дагестана, подумали организаторы и провели для жителей и гостей древнего города яркий праздник. А начался он отсюда, с детских мастер-классов по строительству, ландшафтному дизайну, лепке из пластилина и рисованию. Восьмилетняя Азиза, взявшись за мелки, чтобы оживить на бумаге линии фигуры, сказала сразу. Мне очень нравится рисовать, мне весело и мне интересно. Но интересно было не только Азизе. Детишки собирались толпами у всех секций. Каждая из них так или иначе была связана со строительством. Выполнив задание, ребятишки получали грамоты и подарки. Мы с Мусой делали крепость и у нас это получилось. Мне очень понравилось строить крепость. Получил грамоту и этот цветок. И пока одни детки были заняты на мастер-классах, другие вместе со взрослыми присоединились к поэтическому марафону. Пою мое отечество, республику мою. Ребята исполняли патриотические песни и стихи, которые нашли отклик у тех, кто присутствовал на празднике. Очень приятно было мне присутствовать. Хорошо, что мы пришли. Я рада. Дай Бог всегда, чтобы было вот так. Детей веселили. Всегда были такие мероприятия. Ребята выступают очень достойно. Такие красивые национальные костюмы, музыка. Прям все очень-очень на высоте. Я много где путешествовала. Есть чем сравнить. Классно. Я рада, что все собрались тут. Вот так все выступают и принимают участие. Ведь это такой важный день. День Конституции Дагестана. Все-таки это наш дом, наша родина. И мы все должны гордиться. Мероприятие было организовано застройщиками «Эффект Девелопмент» и группой компании «Магма Групп», которые успели за короткий срок зарекомендовать себя на дагестанском рынке. «Эффект Девелопмент» реализует крупный современный проект – жилой квартал Гранатовый в Дербенте. Сегодня, конечно, здесь очень приятная атмосфера, доброжелательная, открытая. Люди поздравляют друг друга с этим чудесным праздником. И я от лица компании «Эффект Девелопмент», конечно, тоже от души поздравляю жителей и гостей Республики Дагестана с Днем Конституции. Желаю этой благословенной земле мира, процветания ее жителям, здоровья, благополучия и семейного счастья». Не осталось в стороне от организации мероприятия и администрации Дербента. «Такое большое и красивое мероприятие. Это очень важно, потому что прививать любовь к молодежи, любовь к своему краю, потому что Дагестан действительно уникальная республика с многовековыми традициями, с многообразием языков и народов». Хорошо дополнили праздник выступления аниматоров и пенная вечеринка. А потому даже с наступлением вечера гости не хотели расходиться. Особенно это касалось детей, которые танцевали под музыку. Но мероприятие все же завершилось. В небо выпустили дым в цветах дагестанского флага – зеленого, синего и красного. Саида Алиева, Шамиль Хириасулаев, Дауд Гасанов, новости ННТ, Дербент. Более 20 миллионов рублей за последние три месяца распределил благотворительный фонд «Инсан» в качестве закята. Эти средства позволили поддержать более 600 семей в трудной жизненной ситуации. Закят – это обязательная милостыня мусульман, которую они выплачивают в пользу бедных. Отметим, что фонд «Инсан» вот уже более 10 лет занимается его приемом и распределением. Махачкалинская «Динамо» сыграла в безголевую ничью с Краснодаром в матче второго тура РПЛ. Дагестанская команда организованно провела выездную встречу, не позволив сопернику навязать свою игру на поле. В то же время сами махачкалинцы имели хорошие моменты для взятия ворот Краснодара. К домашней игре с футбольным клубом «Пари-НН» «Динамо» подходит с двумя ничейными результатами, добытыми в костях. И на этом я с вами прощаюсь. Будьте в курсе всех событий. Для вас студия Работала Патемат Ханапова. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова